Направление течения реки Миссисипи изменилось из-за урагана Ида, который 29 августа обрушился на ряд американских штатов, и об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на ведущего гидролога Центра изучения водных ресурсов Нижней Миссисипи и залива Скотта Перриена. Центр – структурное подразделение геологической службы США. Цитирую, за это время поток реки замедлился с примерно 2 футов в секунду до примерно полфута в секунду в другом направлении, сказал Перриен. Такое явление он назвал крайне необычным. Изменение направления течения зафиксировал специальный датчик. Перриен отмечает, что речь идет прежде всего о верхних слоях реки, поскольку аппарат не фиксирует данные по всей реке, и на глубоких участках течение могло остаться прежним. По его словам, из-за шторма уровень реки поднялся примерно на высоту от полутора футов до семи футов на разных участках. Ураган Ида обрушился на побережье Мексиканского залива в США 29 августа. Власти вели чрезвычайное положение в штатах Миссисипи и Луизиана. В результате стихийного бедствия в Луизиане, где население превышает 4 миллиона 600 тысяч человек, из-за, как сказано, катастрофического повреждения линии электропередач, в штате без электричества остались более 963 тысяч жителей. Об этом сообщил портал Power Outage со ссылкой на энергетическую компанию Entergy, которая обслуживает 1 миллион 300 тысяч жителей. В частности, Новый Орлеан, где проживают почти 400 тысяч человек. Он полностью, этот город, остался без электричества из-за урагана Ида. Губернатор Луизианы Белл Эдвардс назвал Иду самым мощным ураганом в истории штата, начиная с 1850 года. Полиция Нью-Йорка арестовала арт-дилера Мехрдада Садикха, десятилетиями продававшего поддельные артефакты через свою Садикгалери на Манхэттене. По словам главы отдела по борьбе с контрабандной древности Мэтью Богданаса, мошенника выдали его же коллеги-арт-дилеры. Другие продавцы артефактов были возмущены тем, что их деятельность пристально расследуют, выискивая в ассортименте их лавок краденые предметы, а на того, кто продает сплошные подделки, полиция не обращает внимания. В итоге двое следователей, выдавшие себя за покупателей, приобрели за 8 тысяч долларов в галерее Садикха золотую подвеску с маской Тутанхамона и мраморный римский бюст. Покупка фальшивых артефактов дала им повод для визита в галерею на Пятую Авеню. Там были обнаружены сотни других подделок, а в прилегающих помещениях еще тысячи амулетов, статуэток и прочих предметов сомнительного происхождения и разной степени готовности. Здесь же нашлись лаки, аэрозольные краски, шлифовальная машина и субстанции, напоминающие грязь разных оттенков и плотности. Все это использовалось для состаривания подделок. Удивительно, что горилея Мирдхдада Садикха каким-то образом просуществовала аж с 1978 года. Позиционировали они себя как семейную галерею, специализирующуюся на артефактах и монетах со всего мира. На сайте в ассортименте были представлены анатолийские, византийские, вавилонские, греко-римские и другие предметы. На сайте можно было найти, к примеру, 11 копий одной и той же статуи в разных цветах патины, от золотой до зеленой. При этом никто из клиентов за все эти годы не жаловался. Видимо, многие понимали, что покупают не реальный артефакт, а похожий на него сувенир. Ущерба мировому культурному наследию Садик таким образом не наносил, а с учетом средней стоимости предметов, несколько тысяч долларов, дилер получал в итоге неплохую выручку, что и вызвало в конце концов раздражение коллег и последующую выдачу дилера полиции. Молодожены из Чикаго, штат Иллинойс, выставили счет не явившимся на свадьбу гостям. 44-летний Даг Симмонс и 43-летняя Дедра Макгли потребовали по 240 долларов от гостей, которые сообщили, что придут на их свадьбу, но не явились. Молодожены сыграли свадьбу в отеле Royalton Negril Resort & Spana Ямайки. Затраты на каждого гостя составили 120 долларов. Паре пришлось внести аванс за празднование свадьбы. Они пригласили более 100 гостей. Даг написал в Facebook, не обижайтесь, когда я направлю вам этот счет, он будет выглядеть примерно так. Я отправлю его по электронной почте и в бумажном варианте, просто на случай, если вы не получите по электронной почте. Он рассказал, что они с женой решили направить счета после того, как многократно спрашивали гостей, приедут ли они на свадьбу на Ямайку. Некоторые приглашенные утверждали, что приедут, но так и не явились на мероприятие. При этом они не удосужились даже позвонить или написать, что они не смогут присутствовать. Цитата, я воспринял это как личное оскорбление, сказал Симмонс. Пара пояснила, что проблема не столько в деньгах, сколько в обиде на тех, кто не явился. Вообще, конечно, странная ситуация, поскольку это близкие люди, если это близкие люди, то всегда они будут предупреждать, что мы не сможем приехать. Мало ли кого из этих ста пригласили молодожены, может быть вообще какие-то дальние студенческие друзья или какие-то приятели из прошлой жизни, с одного двора. Пара пояснила, что проблема не столько в деньгах, сколько в обиде на тех, кто не явился. Но пост мужчины стал вирусным в Твиттере и вызвал смешанную реакцию пользователей. Один из них написал, я бы сразу направил этот счет обратно. Другой встал на сторону молодоженов. Это ужасно, но хуже только согласиться прийти и не явиться на свадьбу. В Кливленде состоялся боксерский поединок между блогером Джейком Полом и 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Бой продлился все запланированные 8 раундов. В результате Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей. 77-75, 75-77, 78-74. Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 годы. За это время он провел 28 поединков, выиграв 19 из которых, а еще 7 закончились для него поражением. Представляет команду American Top Team. Но перед боем с Лоурелом перешел в Руфус, где тренируется до сих пор. Для Джейка Пола этот бой стал четвертым в ММА. В рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров YouTube 2018 года, составленным журналом Forbes, Джейк Пол занял вторую позицию, уступив лидерство 7-летнему мальчику Райану, ведущему канала Ryan Toys Review. По версии журнала, доход от видеоблога, который ведет Джейк Пол, за 2018 год превысил сумму в 21 миллион долларов. Ранее Джейк Пол заявил, что его брат Логан одержал победу над бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвейзером. Поединок, прошедший в ночь на 7 июня в Майами, завершился в ничью. Регламентом было предусмотрено проведение восьмираундного боя по 3 минуты. При условии, что схватка продлится все предусмотренное время, то победитель по итогу объявлен не будет. Но Пол и Мейвейзер не смогли завершить поединок засрочно. Исследователи из инженерной школы МакКелви при Вашингтонском университете в Сан-Луисе разработали метод синтетической химии для полимеризации белков с помощью бактерий. Цитирую, это позволило микробам производить высокомолекулярный мышечный белок титин, который затем превращался в волокна, говорится в сообщении. Отмечается, что титин, один из трех основных белковых компонентов мышечной ткани, в природе является самым крупным среди белков. И ранее исследователи пытались разработать материалы со свойствами, аналогичными свойствам мышц, например, для робототехники. Необходимо было обойти некоторые из проблем, которые обычно мешают бактериям продуцировать крупные белки. Для этого исследовательская группа разработала бактерии, которые объединяют меньшие сегменты белка в полимеры сверхвысокой молекулярной массы, примерно в 50 раз больше, чем размер среднего бактериального белка. Затем ученые использовали процесс мокрого предения, чтобы превратить белки в волокна диаметром около 10 микрон, что составляет 0,1 толщины человеческого волоса. Группа проанализировала структуру этих волокон, чтобы определить молекулярные механизмы, которые обеспечивают уникальное сочетание их исключительной прочности и демпфирующей способности. По мнению ученых, помимо одежды или защитной брони, волос волокна жестче, чем кевлар, материал, используемый в пуленепробиваемых жилетах. Титиновые волокна имеют множество потенциальных биомедицинских применений. Поскольку он почти идентичен белкам, содержащимся в мышечной ткани, этот синтетический материал предположительно является биосовместимым, и поэтому может быть отличным материалом для швов, тканевой инженерии и так далее, говорится в этом сообщении. Актер телесериалов и кино Эдвард Аснер умер в возрасте 91 года, написали его близкие в социальной сети Twitter. Он скончался в собственном доме в Тарзане, это пригород Калифорнии, пишет New York Times. С сожалению, сообщаем, что сегодня утром мирно умер наш любимый глава семьи, цитирую, слова не способны выразить нашу грусть, поцелуй в голову, спокойной ночи, папа, мы любим тебя, отмечается в сообщении родственников в официальном Twitter-аккаунте актера. За свою карьеру Аснер стал обладателем семи премий Эмми, пять из которых ему вручили за роль одного героя, репортера Лу Гранта в шоу Мэри Тайлор Мур. Позже артист приобрел известность как актер озвучки. Например, его голосом говорит Карл Фредриксон из популярного мультфильма «Апп». Аснер также занимал пост президента гильдии киноактеров США в период с 1981 по 1985 годы. Актер продолжал работать до 90-го года жизни. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, всего доброго, до встречи в эфире, до свидания. Продолжение следует...